Весик Северодвинска о спорте. После второго поражения подряд от команды Динамо Москва, Архангельский водник принимал на своем поле одного из лидеров чемпионата России Байкал Энергию из Иркутска. Гости приехали на игру после двухнедельного перерыва без игровой практики и без своего багажа. Иркутская команда Байкал Энергия прибыла в столицу Поморя накануне матча с Архангельским водником. После двухнедельной без игровой практики гости планировали провести тренировку на стадионе Трут. Но багаж с хоккейной амуницией из Москвы не прибыл. Позже имущество хоккеиста все же доставили в Архангельск, но без трех комплектов. Несмотря на все предматчевые трудности, команда Байкал все же вышла на игру. На 16-й минуте Александр Антонов реализовал подачу от уголового флажка, но гости быстро сравняли счет. Второй гол со стандарта в исполнении Евгения Леонова вывел водник вперед. Максим Черных и Иван Козлов увеличили отрыв хозяев. Во второй половине матча гости сократили счет, но все тот же Александр Антонов отправил в ворота Дмитрия Рысева пятый мяч. В оставшееся время хоккеисты Байкала лишь сократили счет, а финальный свисток судей зафиксировал победу желто-зеленых 5-3. Пять поражений у вас подряд было, и они вышли, наверное, биться как на последний бой. Мы, к сожалению, в этом плане, я еще раз хочу сказать, что мы в этом плане проиграли. Не хочу говорить о том, что приключениями добирались, это все потусторонние причины, поэтому не хочу акцентировать на этом внимание. Байкала была очень нужна, и в такую погоду, наверное, сложно показывать красивый хоккей обеим командам, на самом деле. Тут и дышать-то тяжело, если честно. Поэтому я думаю, что хорошо, что мы сегодня выиграли, скажем так. И, в принципе, по игре мы, наверное, заслужили сегодня. Несмотря на морозную погоду, а матч проходил в минус 25 градусов, поддержать Архангельский водник пришли более тысячи болельщиков. Помощь 12-го игрока понадобится желто-зеленым и завтра. В гости к воднику приедет еще один лидер чемпионата России – команда «Сканевтяник» из Хабаровска. АПЛОДИСМЕНТЫ